Здравствуйте, особые мнения на Первом Тульском. Я Сергей Зверев. Сегодня у нас в гостях министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте. Конец года. Ну, конечно, какие-то итоги будем подводить, но начнем, наверное, с оперативных дел мероприятий. На последней Думе принят закон о туристической деятельности на территории Тульской области. Алексей Геннадьевич Дюмин закон подписал. Что за закон и почему нам его не хватало? Без него нельзя осуществлять туристическую деятельность? Хочу сказать, что принципиально нового в этом законе нет ничего, потому что закон туристической деятельности в Тульской области был. Другое дело, что некоторые изменения, которые возникали на федеральном уровне, они как бы нами не вносились соответствующим образом. Поэтому сейчас, в этом году, мы уже, как бы сказать, подведя итог, тем более есть определенные такие вот некоторые, инновации, они действительно существенные. Мы просто привели в соответствие с федеральным законодательством на данном этапе. Если говорить о том, что там появилось, то вот отмечу два самых существенных момента. Это первое, наконец-то, определены полномочия по аккредитации организации, которая будет проводить классификацию гостиниц на территории Тульской области. Процедура пока добровольная. Вот это и речь идет о звездности. Две, три, четыре звезды. Сейчас появляются гостиницы, которые, в общем-то, классифицированы. Я вспомню еще июльское совещание, которое проводил министр, замминистра. Было, в общем-то, серьезное экспертное сообщество. И тогда Алексей Геннадьевич впервые обратил внимание на то, что, по мнению экспертов, конечно, действительно, это нужно держать под контролем. Потому что Тульская область не относится к тем регионам, которые, в частности, принимают чемпионат мира, у которых большое число гостиниц имеют определенный стандарт. Там у них эта потребность выше, да, необходимая. А на самом деле, для развития туристической деятельности, вот это соответствие европейским, мировым нормам, когда отель имеет определенный сертификат, соответствующий трем-четырем звездам, это, в общем-то, нормально. Вот, и поэтому было дано даже поручение провести инвентаризацию гостиничного хозяйства, вот, и как-то стимулировать, в общем-то, отельеров к тому, чтобы они проходили вот эту процедуру классификации. А им самим это интересно, вот приходится стимулировать. Это имиджево, это, конечно, стоит денег, это приглашается определенная организация, которая получила аккредитацию в органе исполнительной власти, который полномочен правительством того или иного региона на проведение классификации этой организации. И вот гостиница обращается к организации, представляет пакет документов, проходит определенную процедуру стандартизации определенной, экспертного, оценок экспертов и так далее. И по определенным нормам, требованиям метры, парковки, входная группа, в холлы, много-много чего. Вот эти требования, они какие-то международные, европейские? Да, есть определенные стандарты. И выдается определенный сертификат о том, что гостиница классифицирована на 2, 3, 4 звезды. Это же владелец вправе либо табличку, либо прямо на мраморную. Ну, вообще есть даже без звезд. Но вообще, конечно, отельерам стоит обратить на это внимание, потому что вот сейчас турист уже искушен. И когда он говорит о том, что ему нужен, например, хороший качественный отель трехзвездочный, он понимает, что это будет определенный стандарт уже и качество, и это будет определенная ценовая политика. В том, что на 5 он, например, не потянет, а вот, например, на 3. Но 3 это определенный стандарт услуг. Но, смотрите, мне кажется, это будет работать в полной мере, когда будет на этом рынке еще и конкуренция. Сейчас, вот, насколько нам известно, в данный момент в тульских гостиницах мест нет. Мест нет. Есть у тебя звезды, нет у тебя звезд. Клиент заполняет весь номерной фонд и стимула, в общем-то, повесить 3 или 4 звезды на фасад. И во главе с его лидером, и губернатор постоянно это держит под контролем, на это указывает. И разговариваю с президентом об этом шла речь, и он нашему экономическому инвестиционному блоку, да, постоянные поручения на эту тему идут. Поэтому идет принципиальная плановая работа над привлечением инвесторов именно в гостиничное хозяйство, в гостиничный бизнес. То есть, гостиничный фонд, номерной фонд в Турской области будет расти. А потом, то, что вы сказали, зимние каникулы, наверное, для нас это не показатель. Можно радоваться, но почивать на лаврах, наверное, еще рано. Нет, я не про радость, а именно про конкуренцию. Нам, конечно, до них далеко, но вместе с тем, там нет такого перепада в межсезонье, да, у нас есть проблемы. Поэтому, конечно, нам надо понимать, и малые города подтягивают, где с гостиницей вообще не очень хорошо. Поэтому тут работы есть много над чем. И еще, если касается закона, мы коснулись, да, то второй момент – это внесение ряда определенных терминов, которые будут закреплены в законе, которые потом будут использоваться при разработке и использовании стратегии развития туризма на территории Турской области. Такие, как реестр ресурсов туристических, куда входит вообще все, и туриндустрия, и объекты показа. То есть, чтобы и администрация, и инвесторы, и бизнесмены говорили на одном юридическом языке. Да, чтобы все было понятно. Реестр сувенирной продукции, реестр туристических операторов и так далее, и так далее. Это все, как сказать, не в обязательном порядке. Это добровольные вхождения в реестр. Просто в ходе обсуждений были бурные обсуждения. В ходе обсуждений депутаты задавали вопросы. Пока никаких порядков введения этих реестров нет и не предполагается. Это пока закрепляются определенные термины. Наводится, так скажем, такой терминологический порядок. И понятно, что каждый закон принимается для чего-то. Если с номерным фондом, с гостиничным, понятно, это вопросы имиджевые, в первую очередь. Если вот вторая половина, о которой мы с вами говорим, последствия какие предполагают введение этих реестров, определение терминологии? Что будет удобнее, что будет лучше? Определение терминологии не совсем напрямую связано с тем, что будет потом на практике. Это не напрямую, а посредованно. Это все действия одной цепи, системная работа, так скажем. Но если мы заговорили о том, что будет реестр тороператоров или сувенирной продукции, то, конечно, это, прежде всего, определенная систематизация, это определенное продвижение, это определенная поддержка и стимулирование, например, могу сказать, по сувенирной продукции. И это была сама идея этого, она шла даже от общественности и от мастерового сообщества. Это, конечно, продвижение той сувенирной продукции, которая опирается на ремесла, промысла, на то, что мы называем сделанными своими руками. И поэтому, конечно, задача в целом, мы говорим, что это прямой связи непосредственно, нет, да, но если мы коснулись вот этой темы, то, конечно, вопрос о том, что на рынке сувенирной продукции у нас в основном сейчас еще пока, к сожалению, много, не в основном, но много достаточно иностранного, не буду обижать страну, да, но там восточные страны представляют очень дешевый продукт, много его. А вот где же наши мастера, где наши, там, гончарники, где наши, где мастера деревянные, там... Где они? Вот, они есть, резьбы и росписи и так далее, и всечки. С этим сейчас очень активно работает Дом народного творчества, который создал базу мастеров, который ведет свой реестр, мы потом, конечно, его... Он есть реестр, да, но не в законе туристической деятельности, а в другом законе. Это реестр мастеров, и в каждом районе есть свои мастера, которые производят определенный объем своей, даже вручную сделанный определенный, да, продукт. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы вот извлечь, так сказать, да, из закромов нашего региона? Это рынок, это стимул. Я считаю, что для нас был, неожиданно даже для нас, был хорошим шагом очень, пусть пока маленьким, я понимаю, на территории Тульской области, это вот тот блок торговых рядов, который мы предоставили именно для наших мастеров, для наших производителей и продавцов сувенирной продукции. Вы беседовали, как торговля идет, довольны, арендаторы? Да, мы с самого начала отбирали, причем с самого начала были требования. Во-первых, это продукция не, так скажем, иностранного производства, это продукция преимущественно... Не массовка такая. Да, это продукция преимущественно местная и эксклюзивная, потому что турист должен купить 40%, до 40% кошелька своего турист оставляет, и по мнению экспертов, оставляет в регионе или в каком-то месте на сувенирную продукцию. Это очень много, до 40, может быть, это и 30, и 20, но это много. И, конечно, то, что продукт должен представлять интерес, и он должен отражать какие-то традиции, какую-то специфику региона, эксклюзивным быть, да, вот это очень важно. Причем мы получили в этом плане немножко шире, но, наверное, это, наверное, естественно. Потому что здесь не только тульские такие традиционные ремесла, как оценивают наши эксперты мастерового дела, вот я уже сказала, и всечка, и металл, и керамика, и дерево. Здесь появилась и кожа, здесь появилась и солома, здесь появились какие-то такие рукоделия, которые даже в семье передавались. Ведь мы не можем это ограничить, да, вот это только тульское, пусть это где-то родилось, даже в другой, может быть, области, но у нас это пришлось... Процедура ценообразования, она вот на плечах продавцов? Дальше второй принцип – это обязательно интерактив. Вот если есть возможность, то раз в неделю вот та или иная... Что ты делал своими руками? Да, то или иной лавка торговая, да, вот мастеровая лавка, она показывает, либо показывает, либо даже дает возможность людям. А некоторые каждый день делают товары своими руками. И третий принцип, который многие выполняют, даже те шоколадницы, да, кафе, которые, в общем-то, призваны просто попоить людей там вкусными кофе с блинами, вот они то, по нашим просьбам, сделали какой-то небольшой даже экскурс в том, что такое сладкое туло, какие сладости на тульской земле и так далее. Ну, мы видим и в суворовске конфеты, и березка пастила. По нашей просьбе, по нашему требованию, они обязательно показывают то, как производится это, это дополнительный интерес туристов. А ценовая политика, она, в общем-то, регулируется только рынком. Я не могу сказать, что мы каким-то образом вообще влияем на это. Но то, что мы наблюдаем, мы следим, мы партнерствуем, партнерствуем творчески, мы иногда даже заказываем, например, в какие-то там, ну, проходит какой-то конкурс или проходит какой-то там фестиваль, да, и те сувениры или те призы, которые в Тульской области, мы уже можем, например, понравившиеся нам, там, да, мы видим спрос на них, там, да, туристов, которые приезжают сюда. Мы вот так рейтингуем, что называется. Ну, это идет такая живая конкуренция нормальная, но ведь у нас очень большой уже спрос на торговые ряды. Вот хотел сказать, очередь есть желающих? Да, да. Может быть, увеличить торговые ряды? Вы знаете, я могу сказать, что в Кремле исторически торговые ряды были не только со стороны вот с севера-запад, но и с запада, с юга-запада, вот этот угол, который вот где стоял кинотеатр в Ночь кино, там вот этот угол тоже был застроен торговыми рядами. Я думаю, еще и надежда, наверное, на набережную за Кремлевской стеной имеет способ возлагать. Это, что в наши дни, наверное, когда Кремль не является вот основным таким городом, да, где все жили и пользовались определенными там, да, услугами торговцев, не стоит превращать Кремль в торговую точку. Баланс, конечно. Потому что, конечно, должен быть какой-то вот какой-то, должен быть все-таки какая-то грань. А вы правы, про набережную губернатор, это тоже для него это один приоритетная задача, он как бы настроен на это, я думаю, человек, который выполняет свои намерения. Вот, и я думаю, что будет набережная, там тоже будут свои, свои интересные для туристов вещи. Очень, очень ждут. Предлагаю сделать короткий перерыв, мы вернемся в эфир буквально через минуту. Продолжаем особое мнение на Первом Тульском. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина у нас в гостях. Татьяна Вячеславовна, ну, давайте непосредственно про предстоящие праздники. Мы уже сказали, что, да, конечно, Новый год, пик популярности туристической в гостиницах, мест нет. Ну, кто заранее позаботился, у того места в гостиницах есть. Не только, конечно, гости Тулы, но и тулики. Как будут проводить новогодние каникулы, они чуть короче. Но погоду обещают скорее благоприятную, возможности выехать за город. Не будем ограничиваться Тулы. И вообще, вот ключевые точки, куда, на ваш взгляд, было бы интереснее съездить, ну, далеко ваши рекомендации. Ну, будем говорить, что новогодние праздники начались у нас за буквально неделю, даже чуть больше, да, с 22-го числа, с проведения губернаторских елок. Они очень активные, обширные были, можно сказать. Цирк впервые после своего ремонта принял три губернаторские елки. В филармонии. И вот сейчас мы завершаем вот эту череду губернаторских елок, которые проходят в Туле. И еще в районах, в нескольких районах, еще на этой неделе завершатся еще и губернаторские елки в тех или иных центральных районных клубах. 17 тысяч детей пришли на елки бесплатно, получили подарки. Вот это губернаторские елки. Они прошли, на мой взгляд, достаточно качественно и, в общем-то, масштабно. Что касается других таких больших точек, то сегодня буквально вот... Ну, сразу после окончания нашего эфира, если собраться и отправиться на центральную площадь. А может быть, и во время эфира, наверное, откроется. А у города, да, как раз на мероприятие открытия городской елки. Да, мы попадем на мероприятие открытия городской елки. Мероприятие большое, мероприятие с интермедиями, с концертной программой, с театрализацией, с экраном. И все это будет потом задействовано. То есть это кинокомедии, поскольку завершаем-то год кино, мы любимые, в том числе и новогодние. Это постоянно нон-стопом будут концертные программы с участием и тульских, и приглашенных артистов, и самодеятельных коллективов. И какие-то игровые программы для малышей, конечно, днем. Это и парк аттракционов. И если вы обратили внимание, каждый год город что-то нам новенькое показывает. Это и ледяные скульптуры появились. В общем, я раньше только мечтала в Екатеринбурге, или где-то на севере, или на Урале. Там такие стоят. Но вот появляются они и у нас. Поэтому, конечно, город, площадь центральная, она радует туляков. Хочу сказать, что, если не ошибаюсь, три года последних, может быть, четыре, не суть важна, уже возвращена практика, когда люди могут прийти в новогоднюю ночь и встретить Новый год вместе с остальными людьми, которые здесь оказались на площади. Будет на экране обращение Путина, будет бой курантов, будут поздравления. В полном объеме. В полном объеме. И более того, даже хочу сказать тем тулякам, жителям Большой Тулы, которые могут, транспорт будет ходить. Поэтому все. До трех часов ночи. Да, до трех часов ночи. Поэтому, уважаемые туляки, не сидите дома, не замыкайтесь. Радуйтесь Новому году, радуйтесь жизни вместе с семьей, с соседями, с теми, кого просто встретите на улице. Так вот, в ДК Косогорец на площади, поселке Плеханово, поселке Шацк, поселке Рассвет, Алешни, Барсуки, Октябрьский, Ленинский, везде на площадях у елок будут организованы такие встречи Нового года. Хочу сказать, что и в ряде, в большом ряде муниципальных образований, эту традицию начал Суворов, если не ошибаюсь, и в Ефремове, по-моему, вот если не ошибаюсь, то и в Дубне. Но вот в ряде муниципальных образований, наверное, в половине точно такие новогодние встречи, но организованные именно с концертами, с артистами, так-то всегда можно выйти погулять, пройдут. Вообще по традиции же, да, вот рождественские праздники, скорее вот семейные такие, домашние, а Новый год и в Европу, на которой мы частенько смотрим, то есть это праздник уличный такой, массовый. Конечно, и дай бог, что метеосводки положительные в том плане, что не будет никаких таких эксцессов, либо совсем холодно не выйти, либо вот теперь, слава богу, ожидается снег, горки, и мы видим, что, как всегда, и в этом году даже, наверное, больше и катки, и новые появились объекты, где можно закрытые, в закрытом пространстве, в открытом. А на каникулах, наверное, и вот наши многочисленные усадьбы гостей принимают, потому что... Музеи, музеи работают, скажу про музеи, музеи все работают обязательно, значит, про турики, уважаемые ли гости нашего региона, обратите внимание, значит, про режим работы музеев. 31 декабря музей работает до 17 часов, 1 января выходной, я думаю, что и многие отдохнут, а вот со 2 в будние дни они будут работать до 8 часов вечера, и в воскресенье, в субботу и воскресенье с 10 до 6 часов вечера. Ограничений минимум практически нет. Минимум, да, музеи будут открыты, доступны, более того, многие музеи подготовили музыкальные или театральные программы, и художественная галерея наша сейчас очень хорошо, она вообще уникальный музей, она сейчас очень радует интерактивными программами, Краевеческий, Вересаевский, Демидовский, сегодня только мы были, приехали из Богородицка, конечно, интерактивные программы тематические пройдут в Богородицке, в музей Болотова. Конечно же, в наших замечательных усадьбах федерального значения, в усадьбе Поленова и в усадьбе Ясная Поляна, везде будут новогодние тематики, посвященные интерактивной экскурсии, интерактивные программы. Забыли про театры. Театры, филармонии, и даже театры, которые мы называем частные, вот камерный театр маленький, да, Щелкунчика подготовил, филармония, это по щучьему велению, в театре кукольном для малышей, там спектакль Огниева новый, то есть где-то премьеры. Уже и билетов почти нет, во всяком случае в кукольный театр. Вы знаете, Сергей, да, билетов почти нет, но на какие-то более последующие, там, после Рождества, я думаю, что билеты еще остались, наверное, 2-го, 3-го уже и раскуплены, но каникулы у нас, елки будут везде работать до 14-го числа, есть будет возможность еще встретить старый Новый год. Все учреждения культуры подготовят обязательно программы рождественские, программа уже, тематика уже нам известна, и сценарии подготовлены, поэтому работники культуры и на местах, и везде, как всегда, я думаю, отслужат все добросовестно. Мы часто говорим, что Тула город такого одного дня туристического, да, конечно, у нас рядом столица, ожидаете наплыв московских гостей, особенно, конечно, вот по усадьбам, ну и Тула, конечно, какие прогнозы на количество посещений гостей? Вы знаете, как говорят, что Тула, да, город одного дня туристический, это в связи с тем, что у нас действительно пока недостаточно гостиниц. Ну, мы вот говорим о сегодняшнем. Да, губернатор одним из главных направлений определил туризм, и не случайно создан и новый орган из по этой власти, комитет по туризму, который будет именно сосредоточен в своей работе на укрепление туристской инфраструктуры. Вот то, чем нужно действительно нам реально заниматься очень серьезно, и это будет целый исполнительный орган, как бы сказать, вот укреплять эту тему. Я думаю, что очень скоро у нас все будет хорошо. Вот, но что касается даже сегодняшнего дня, то я думаю, что здесь, может быть, не хватало еще и продвижения рекламы. Но мы в последнее время уже постарались провести много рекламных туров, прям буквально даже к Новому году. И рекламных туров по нашим музеям, и по усадьбам, и не только по усадьбам. Буквально вот мы сделали открытие для московских туроператоров, провести специально пригласили рекламник компании Анкор, и для турских туроператоров показали, вот вместе объединили, хотя это можно и по отдельности продавать, дворянское собрание и художественные музеи, потому что художественные музеи для многих были вообще открытием. Потому что вот здесь, если у Третьяковки, Пушкинского и там русского, Эрмитажа есть своя специфика, кто в чем силен, то здесь это сокровище русских усадеб, русских или дворянских усадеб, в буквальном смысле, потому что Тула, юг Москвы, и многие великие наши дворяне, там, Довалконский, Раевский, не буду перечислять, они имели загородные дома, и то, что там было, конечно, после экспроприации в 2020 году попало в художественную галерею. Поэтому, когда эксперты приезжают, и туроператоры приезжают, для них просто-просто... И вот знаете, мы к Новому году специально провели вот такие туры. По вашим оценкам, вот этот тур... Да, я думаю, и дворянское собрание, которое готово показать и свои музыкальные, интерактивные программы, они готовы принять. Туры провели и показали себя и новый музей-комплекс на Куликовом поле. Я думаю, что зимние забавы, вот в том месте, когда они... Ну, они инфраструктурно, Куликовский музей, он очень сильный, серьезный музей, и они сделали то же самое, работали очень активно, у них туристические отделы прекрасные. Вот я думаю, что туристы, там и дорога М4, поедут не только на один день. И Заокский район наш прекрасен, не только Поленово, но нашими всеми вот теми базами отдыха, которые ждут туристов. Буквально минута у нас остается, увы, минута на то, чтобы узнать, как министр культуры будет встречать Новый год, какие у него планы на новогодние каникулы. Будут ли у вас каникулы? Новый год у министра культуры будет очень ограниченным, потому что, конечно, как и все работники культуры, мы будем строго смотреть, отвечать и участвовать в тех мероприятиях, которые, прежде всего, готовятся для туриков и гостей. Ну, а сам Новый год я проведу своей собственной семьей, я уже приготовила подарки, у меня уже есть елка, и, в общем-то, есть уже определенное меню на Новый год, и я думаю, что очень ожидаю такого тихого, семейного, хорошего Нового года, чтобы было на душе счастье. У кого еще нет елки, еще есть 2-3 дня, чтобы восполнить этот пробел. И всем желаю, чтобы не забывать своих близких. Татьяна Ивановна, вас с наступающим Новым годом, до встречи в нашей студии, в нашем эфире в Новом году. Спасибо за внимание, это была программа «Особое мнение», до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова